Поехали, ребята. Пятый тур. Да, вот этот вариант СП-3 очень модный в последнее время. По-моему, у белых не плохого ТРСа нет, но тем не менее так играют. А4 мне не очень нравится, мне кажется, что А3 по идейней. Чтоб потом спешку А4 поставить и полей слабых не было. Да вообще какая-то ерунда. 2-6-2-6 так ведь тоже не играют. По-моему, они просто пытаются получить какую-то игровую позицию. Мне абсолютно не нравится пешка белых на А4. Она их лишает основного плана. Мне кажется, что черные уравняли. Мне кажется, что очень сильно было конь Е4 вместо ладей Е8. Очень сильно и очень идеально. Момент упущен уже. Ну, Е5 строго единственное в принципе. Если не играть Е5, то белые победят Е5. Поэтому черные вынуждены. Теперь белые могут. Я бы сейчас зарядил на Е5. Конь Е5. Обратите внимание, позиция абсолютно симметрична. А, да. Попробуйте, если нужно играть на что-то такое. Надо вот как играть. Конь Е5. Не, 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 не. А, Попробуйте, если нет, из-за того, что подвисали. Ну, ребята, на Конь Е5. Не, 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 не. Так ты свеку отдаешь на свой. Мы что и в ППС4. Четыре. Четыре. Мне кажется, слов. Это любимая шета. Это, нет. Алло, Никита. Ну, Э4 конь Е6. Четыре. 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 Никита загнулся. Да, он расчехлял о том, что Конь Е5 не проходит. Ты же просто дали после Ф4, Конь Е4 в полный порядок. Конь Е4, имею в виду. Ну, сейчас, да, как-то уныло, что, то есть, водя Д8, черный пойдет, действительно, симметричная позиция. И, там, помимо пешки на А6, я думаю, что она должна быть полностью равная. Хотя, я какого-то конструктивного плана на игру не вижу. Возможно, Конь Б1, Конь Е3, Конь Б5 как-то. На Д2, мне кажется, не удел. Хотя, с другой стороны, он пока скован. Он занимается защитой пешки Е4. Подтвердите, если меня слышно. Да. Вот, мы положили ничью. Крайне унылая игра, действительно, Вася прав. Но, тем не менее, Майк не соглашается на ничью. Ну, видимо, идея сейчас на Ф1, Ф1, С4. Я так думаю. Тогда, ну, уже мог бы пойти, не знаю, какой-то Конь H2, Конь Ф1, Конь Е3, что-то, ну, не знаю. Потому что, Словно, Ж2 должен защитить пешку Е4, потому что Конь на Д2 явно не на своем месте. Да. Сейчас доиграю сама, как в С5, кстати, такой хороший ресурс. Ну, в чем мы делаем? Мне кажется, надо брать на С5. А что уже делать? Уже надо брать на С5. И потом брать на Е5 и надеяться, что в этих переборах все хорошо убил. Уже надо брать на С5. Уже надо брать на Е5. Уже надо брать на Е5. Есть какие-то другие идеи? Я вот помимо Ф5 ничего не вижу, но вот далее бить на Е5 не знаю, насколько это все. Словно Е5. На С7 висит, то есть он так хитро пробует. Словно С7, наверное, да? На Д2 подвисает где-то. Не, не подвисает на Д2. Словно С7 нужно играть. Мне кажется, с начала побьет на Е4. Почему-то это альбомы. Так, а на Коне Е4 нету хода слон Е5? Слон Е5. А, нету хода нету. Нету, в основном. Он Е5 и Конь С5. Значит, ЛД1, возможно? Ну да, но все равно же пешка там продолжает висеть. ЛД1, ЛД1 и слон Е5. Ну, Конь бьет С5. В БЦ, Конь бьет Е5. У белых, по крайней мере, лучше структура. Да, да, структура боятся, конечно. А тут как-то... Что тут происходит вообще? Обязательно было на Ж7 бит? Наверное, обязательно. В общем, все поменяли. Все у них должен быть Micro Plus, я думаю. Да, сейчас уже, наверное, у черных Micro Plus. Как-то незаметно все происходит. Взяли-взяли ЛД8, Конь в 5. ЛД8 нельзя играть. ЛД2, заезжать, возможно. ЛД2 и поле бита, нельзя тоже. А, да, нельзя, сори, сори, сори. Да. Ну, сейчас уже ЛД8. Какие-то Micro Plus. С другой стороны, с другой стороны, король Е3. Вроде бы все нормально. Я думаю, Е2. Да не, надо держать коня на Д4. Потому что там Конь Е6 будет какой-то цепать, если бы на Е2 пошел. Ну, открытый край практически равенство. Ну, не практически, а равенство. Главное, не пойти король Е5 сейчас. На Конь 6 не наткнуться. И вообще, короля нельзя трогать. Куда бы он ни пошел, везде будет Конь Е5, там Конь Е6, Конь С6 по ситуации. Король, короля нельзя вообще сдвигать с места. Мне кажется, сейчас согласятся на ничью. Нет, а мне рад, что будут играть. Слушай, С3 нету. Надо коня ЛД2, да. Вот, С5. Может за белый Ф4, король Ф3 и Ж4 надвинуть. Мне кажется, нужно играть все-таки на слабые пешки какие-то там. Ну, на отдаленность черного короля от пункта С7 и вообще от ферзевого фланга. Да. И белый король так же. Понимаешь, в чем дело? Что? Белый король так же отдален от этих слабых. Вообще, ну да. Ну, равная позиция, что есть говорить. Но они будут играть. Ф4 неприятно сейчас. Будет висеть на Б6-5. Да. Мне кажется, что Майер вообще по мастеровите в позиционном плане. Гусейнов все-таки яркий тактик. В общем, все его знают как яркого тактика. Такая игра про идеи в пользу Майера. То есть, у него был чуть похуже эндшпиль. Уже, наверное, чуть получше. То есть, понятно, что ему все равно равенство, наверное. Участные, наверное, уже близко к выигранным. Потому что не держится пешка на перерыве. А конь Д5? Участные. 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 У белых лучше. У черных 2 слабости на С6 и на Б6. Участные. 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 А4 очень неприятно. Конь на С3 очень уместный, скажем так, в этом варианте. Крадев С6. Ребята хорошо играют, на самом деле. А, Крадев С6 нельзя было из-за Ладья Д3 неприятного. И после там будет подвисать где-то после на С3 фигура. Да. Д7. Можно Ладья Д6, Ладья С2, Ладья С6 сыграть. Такая самосвязка, но там будет Ладья Конь Е6. Взяли и сейчас. Крадев С3 можно, Крадев С3 можно. Можно. Крадев С7 просто отошел. Мне кажется, Крадев С3 был ход сильнее. Причем намного. Ну, как-то Конь на Б1 совсем какой-то неуклюжий, как по мне. А здесь нужно смотреть за матовыми угрозами все-таки. Ну, шах. В общем, я чувствую, сейчас будет не Чапс, Ладья С7. Да. Да вот же, есть разгрузка Конь Е6. Ну, так и у белых там хуже просто. Почему? Потому что черные, черные. Крадев С3 выбьют и Конь С3 первыми. Да нет, я думаю, что вот ничья сейчас будет. Да. Ну, ребята молодцы, доиграли до результата закономерного. То есть все по позиции. Никаких росписей. Ну да, ничья. Ну, интересная партия такая. Достаточно. Стуки, маневрирование. Без особых ошибок явно. Хотя, конечно, на ролицке куда веселее играл. Ну, а теперь я предлагаю наконец открыть Георга Арутюняна. Тем более, что он идет хорошо. Высоко. Кого смотреть? Арутюняна. Ага. Так. И у Арутюняна не хватает пешки. Он пытается какой-то тут шанс найти. Ну, вообще у белых выиграны ладени. Ну, нужно найти как прогресса добиться. А5 это единственный логичный способ. Не, ну выиграны. Сейчас пешка А тянет на себя. Ну, или пешка Б. Ладья вернется и Б5 просто. Даже таки ладьяна опять более активная, чем она считается. Все таки. Ну, чё. Сейчас можно... Ладья Д5 можно пойти. Либо даже считать какой-то ход король Д5, а? Я вернул бы ладью на Ф5. Потом на король З6 Б5 шаг прошел. А потом король Д5. Гита, это правда то, что не видит... Ну... Машина не видит. Плохо видит ладейники. Раньше была правда. Сейчас нет. Сейчас машина просто все считает до результата. Хоть ладейник, хоть не ладейник. В общем, да. В общем, у белых абсолютно выиграны. Ладья Ф7 еще такой техничный ход. Не сразу бьем пешку, а предварительные крылья. Тесняем. Ну, в общем, тут шансы армянского гроссмейстера зацепиться за очки, но практически не... Кстати, против твоего парня. Друга, скажем так. Да. Да, с кем ты бился 4 на 4 с половиной. Да. Король Б7, но я думаю, что здесь... Ладья А8 проще всего. Да, 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 да. А, стоп. Ой-ой-ой. Не проще. Сейчас придется уже ладей Ф8 играть. Ладей Ф8. Ну, это Ф8 и не знаю, да. Да, это выиграно. Да, это выиграно. Да, это выиграно. Король черных чуть-чуть не успевает. Ну, король Б7 плюс. А, кстати, вот да. Создал себе, конечно, проблемы. Король Е2. Ну, все равно сейчас черным придется брать пешку. Надо бить пешку на А7, Ладья Ф2 и здесь выиграно. Король С8, правда, есть какой-то, да? Король С8 шаг. Ой-ой-ой. А нельзя за эту пешку подержаться? Да нет, какой-то ерунду. БСС слабый ход. Ну, БСС вообще не туда. Да, это все-таки выиграно, потому что король С8 и король А8. Посмотри, как тонко. И с Сахом ставится ферзь. Это все еще выиграно, Никит? Здесь, возможно, даже и выиграно после короля А8. В какой-то момент. Просто короля А8 пойти. Ладья А6, шаг и короля А8. Алло, подтвердите, если слышите. Да, слышно. Так, что, как это получилось? Там же только белые на победу. Там же белые уже выигрывали со всем. Что произошло? Здесь тоже победа. Все. Да. Точно, там не было никаких шагов. Ну, здесь тоже точно победа. Да, вот раньше. Ну да, король А8 и все. Просто сейчас линейный мат будут давать. Зачем это катать? А, вроде, я всегда играть до результат. Ну, не очень красиво, конечно, но. Звучит. 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 И urban, он же любой, ты пленил glory. У меня опять вылетел. А это как это присваивалось? До регулирую 4. Звучит из sculpt and project. С радости попал υплывают у меня, но у меня нет соединения. Никит, мы тебя слышим, а ты нас, вообще есть кто-нибудь кроме меня. Да, есть. Так, вот наш друг из нашей группы шпилит вот этот эндшпиль. У него Абекина все-таки попробуй еще выиграть. На 15 секундах нужно находить точные хода. Вот здесь уже очень близко король приблизился и возможно скоро ладья проиграется. Все-таки Херзи Семь или Херзи Семь выигрывала сразу, а так, кстати, нет, вот сейчас ладья Семь держала, ладью держала, а так опять победа, черном ладья Семь надо было закрываться. Ну и все, финиш. Молодец, два с половиной уже. Он проиграл, он проиграл. Он проиграл? Да, тогда не молодец. Как же можно было ладья Семь не сыграть такой вот кошмар? Ну, я думаю, что тут у нас вариантов нет. Мы должны смотреть Джобава с Афарлей. Да, да, да. Что за прикол? Кто мне ставит КМС? Как это присваивать здесь на этом, ну, на этом Тескоме? КМС это СМ, кандидат мастера Фиде. 2200. Если человек набирает зрит 200, ему ставят сразу КМС или что? Я не представляю, он должен заплатить как за другие звания. Это Фидешное звание. Ага. Как мастер Фиде, только кандидат мастера Фиде. А ты платил что-то за свою АМСку в эту году? Да, причем чем выше звание, тем больше плачешь. Сколько ты заплатил? Я заплатил 70 евро, но это было еще по старому курсу. То есть было не так дико дорого еще. Сейчас вообще, я думаю, что многие российские шматисты подумают много раз, прежде чем что-то платить. На каком-то непол... Ой, смотри как. Хотя все равно выгоды больше. Вот, например, у меня как Международного мастера бесплатная регистрация на всех сайтах. Бесплатно, там, плайчесс и все остальное. Ага. Бесплатно. То есть, в общем-то, если уже 2400 и норма есть, то стоит заплатить и оформить практически всегда. Да вот сейчас, опять же, смотри, Никит, это идея. У черных, у черных должен... Не, эта идея плохая, потому что у тебя от рокировки двигались, это ерунда. А еще потому что ты зеваешь в игру. Я не зеваю. Я раю, я жертвую. Это две разные вещи. Вот Сафарли тоже примерно так же безумно, как ты. Ладья А4 понеслась за Шаура. Мне кажется, тут только ладья А4, других ходов просто... Иначе какой смысл был? Ну, вообще-то, я думаю, что у черных комфортный перевес для Блица. Именно, потому что позиция белых очень резко, они рано ушли. Конь А5, Конь А4 нужно смотреть. Вот он коня другого на С4 ведет. Грамотно. Ты правда думаешь, что у черных перевес для Блица? Мне кажется, все-таки материал старше. Даже... Не старше, потому что очень рано ушли белые, мне кажется, в рокировочку. И сейчас будет довольно-таки сложно защищаться, пока фигуры еще есть. Но вот А4, видишь, как оно все, получается, все законы шахват нарушаются. А Ф3, А4, то есть ходит пешками, как-то ни о чем вообще. В общем, ставлю на Джабаба, причем на легкую победу. Мне кажется, что даже не заметится Фаргей в этой партии. Почему? Ну, потому что не верю в все эти же... Ну, сейчас Конь А5 и Конь А на С4 очень неприятно. Не верю. Вот что? Что делать теперь? Куда на С4 не идет? Сейчас белый Ферк Ц5 сыграет, каких-то врагов, прогонит. Ну, надо бить... Ну, слабо просто поставить сюда. А, же, здесь другого не дано. Ну, просто не хватает качества, вот что, и позиция постепенно хуже становится. Да нет, все в порядке, Феркс Д8. Не, ну, я понимаю, но так уже без качества, а Феркс Д8, конечно. С другой стороны, больше туда делать нечего. Сейчас выбьет Коня, вообще ничего не останется. То есть Конь А6 или Конь Е2, да. Летит на Ф4, так неприятно. По-моему, близко к сдаче уже. Какой-то Феркс Д8, или Феркс Д8 действительно надо играть, чтобы хоть какие-то там иллюзии, вскрытых ударов создавать. Феркс Д8, да. Но... 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 Слон 6-7 какой-то очень мертвый, блин. Хотелось бы его... Вот сейчас я бы стрелял бы Конь Ф4, спровоцировал бы Конь Д4, потом отдал бы Феркзан Д4, побил слоном, и потом взял бы еще слон на Е6. По-моему, это выигрывало. И это очень в стиле Джабабы было. А сейчас вот у черных какая-то все-таки появилась, появилась контр-игра. Вот, потом давайте вернем до этого момента, когда партия закончится. Мне кажется, что очень сильный ресурс был. Так, здесь побили. На полничка нет, а сейчас Е5 понесется до Соллай. Е5 и Коня на С4. Кое-какую контр-игру отыскал. Но все равно матрялся, так. Не верю. Ферзем надо бить. Или пешкой. Не знаю, трудно сказать. Я думаю, что можно и тем, и тем, и все равно перевес. Сейчас Конь на С4 не хуже Л1 на Д1. Ну, уже на Д3. Ну, сейчас не хуже, но если черные атаку не проведут, то постепенно будет становиться хуже. Но Е5 пока нету, из-за подвисания перески Д5. Поэтому Е6 выжидаем. Ну, наверное, после Ферзи 7, Ферзи куда-то он тут бил. Он как бы намекает, что у белых настолько плохие фигуры и структура, что им тяжело добиться прогресса здесь, несмотря на лишнее качество. Я думаю, в этом идея. Потому что никакой атаки у черных нет. У них есть только много полей хороших за качество. И какие-то угрозы там мелкие. Конь в 2 сейчас, например, мелкая угроза. Защитился. Сейчас еще какую-нибудь мелкую угрозу придумай. Ну, надо играть на С4. Ферз опять сейчас пойдет, я думаю. На С4 нет. Мне Ферзи 5 будет нелогично. Наверное, сейчас... Ферзи 7 пойти хочет. Ферзи 5, Ферзи 5 шаг. Вот беда будет. Так, мне кажется, может быть, зевнул-то. Ферзи 5 вообще беда там. Мне кажется, что... Почему не играет Ферзи 5? Странно. Ну, теперь у Белых выиграл. Да они тоже не факт. Не факт, вообще не факт. Причем. У Белых, наверное, объективно должен быть большой перевес, но... Блиц. Попробуй, скажи. Позития вообще в разнос пошла. Типично в стиле Джабаба. Конь С3 надо играть, там конь Е2 будет. А, на А8 есть какой-то... Да вроде бы... Не знаю. Так, что происходит. Ладья Ф3. 6. И Ферзи 4 или Ферзи 3. Вот это беда 3 ферзя. Слушай. Да, конечно. Джабаба, конечно, хорош. Просто. Ей не блиц. А на Ферзи 6, Ферзь на 8, потом Ферзь 8, Ладья Ф6. Или Ферзь 7 мат. Слушай. А теперь просто реально. Ну, молодец. Да, Джабаба. Ну, здесь уже проблема, потому что это не то, что как бы лишняя пешка, а король черный какой-то. Белых, правда, не очень красавчик. Но все-таки у меня... Ну, у белых выиграл. Джабаба гений трактики, конечно. Все. Финиш. Ты смотри, насколько он быстро играет. Уже ходов нет. То есть сейчас нечем защитить фишку. Нормально. Ф6, да, но Ф6 это уже все. Не, еще крутится. Ой, за что за Ферзь? Ну, куда-то там на Б3 идет. Потребить, чтобы были шаки. Да не, ну это уже все. Это уже у черных объективно безнадежно. И для Блица безнадежно. И вообще по всякому. Да, да, да. Это да, Ферзи 6. Ну, можно и поменять тоже выигранно. Ну, проще, конечно, Ферзи, да. Так, стоп. А, у того, Джабаба, конечно, фокусник. Идея была в том, что Ферзи на Б3 закрывался. После шаха на Е1. И шаха на П5. Нинца Три. Это Три не хочется играть. Наверное, все-таки сах и забрал на Ж5. Да, и, то есть это... Это... Какие-то такие позиции могут быть нечейными, но... Не в Блице. Только не в Блице, да. То есть объективно, это может быть ничья по Налимову. Две пешки, но... Ладья Ж3, наверное, наиболее точный ход. Да, Ладья Ж3 потом как бы... Он хочет с темпом на Ж3 встать. Ну, Ладья Ж3 тоже можно было сыграть. Сейчас Король Б2. И черные не успевают сразу проявляться. То есть позиция ничейная, но там надо такую точность показывать. Ну, шансов никаких в Блице. Играть в позицию на победу намного проще, чем удерживать. То есть там в какой-то момент какая-то стойка. Ну, я, если честно, не в курсе. А уж в Блиц бы 100% не исполнил. Ну, С3. Да. Ну, легкая же игра у белых. Нет, там в какой-то момент какая-то идея с тем, что Ладья так ходит с тыла. То есть вот сюда она идёт. Да, когда задняя пешка на четвёртой, по-моему, это надо исполнять. Но это всё настолько сложно. Я абсолютно не верю в Сафарли в этой партии. Ну, опять можно сыграть. Вот он уже проиграл. Уже Ладья Ж1 зеволк. Уже Ладья Б5, Король Б4 и Король На5 проходит. Это уже выиграно. Король С4, далее отвезает по шестой. И лезет на Б5, на А5. Да, всё, это финиш. Ну, где-то в какой-то момент упустил. Упустил ничью. Вот это уже проигранная абсолютно в этом игре. Что-то уже проигранная. Да, и Ладьян, наверное, на Ладья Ж8. Думаю, что Ладья Ж8 сейчас сыграет. Лежку отдаёт. А это точно? Точно выиграно. Джабао посчитал. Он не мог посчитать. Он не мог это посчитать никак. Он просто, как по мне, он немножко гонит беса. Он верит в мою понимание. Наверное, действительно выиграно. Ну, я бы точно так быстро, так не сыграл бы. Ладья Е7, Ладья Е7 нужно играть. Нет, он успевает пешку протащить. На КБ6, ЛДБ7 отрезали по вертикали. И пешка слишком далеко, чтобы это была ничья. Пока шахи снизу. Ну, КНС7 пройдёт лестинка. Сейчас КНС5. КНС7. Когда КНС7, это уже победа. Не хватает чёрного координации. Вот эту позицию я знаю, на самом деле. Не факт, конечно, что Блиц воспроизвел бы здесь выиграешь. Но позицию знаю. Надо... Да. Сдался что-нибудь? Мне показалось, что сдался. Сдаваться как-то реновато. Но позиция выиграна. Да. Сафарли предложил ничью. Так, стоп. А почему... А... А позиция от этого уже ничья. Это... Это... Ещё... Твой имён Капабланки известно. Капабланки была... Такая позиция. Тут надо... Да. Ну, не... Не показывает. Наверное, только что его нет. Стоп, король Д-7. Король Д-7, тогда как король Д-6-7, король Д-7, кто-то основная идея защитная. Да, неужели... Ну, это, да. Потому что ничья. Стоп, а... Побили, побили, побили. А король Д-7. Да, да. Да, это уже ничья, потому что... Посмотрите, король просто из клетки не выходит. Да. Жабал, конечно, на хай уделал. Не, он будет кататься до посинения, если отгонят. А такое, такое уже не покатаешь. Если сейчас король попадёт на Б-6, то это уже позиция Феридора просто. И ладью в тыл сейчас. Ладья Аж-2. Всё, ничья. А такое уже хоть катай... Такой же куб катай, хоть не катай. С добавлением никаких шансов. Вот он сам уже ничью предложил. Ничья. Я думаю, что Сафарли за счастье, а это не себя. Не то, что за счастье. Он прыгает там сейчас от радости. Так, ну мы не будем смотреть. Нет, ну Сафарли... Жабал сам виноват. Уже рассмотрел. Небольшой фигурс. Всё-таки, значит, сильнейшая сторона его, как и ожидалось, это тактика геометрия и изворотливость, а не техника. Техника просто кошмарная. Не знаю, че, или че, или гусейна. Давай посмотрим Лендермана. С мастером Фиде на третьей доске. Хотя нет, ладно, надо гроссмейстеров, наверное, лучше смотреть всё-таки. Выбирай тогда из первых двух доск. Сейчас, секундочку. Давайте, давайте Джабау осмотреть. Джабау всё-таки. Давайте Джабау. Сейчас, секунду, ребята. Джабау весёлый, да. Ещё народицкий очень весёлый. Может быть, его? Ну, вроде-таки, ну, вообще, как вот. Всё-таки, он не топовый. Ты просто не видел, как он заносил в дебюте. Не, я понял. То, что вы обсуждали при Ладе Аф4, когда я это видел. Просто, если я партии всё не видел, но я... Ну, он там просто шикарные ресурсы, наконец-то. Он уже выиграл два месяца назад такой турнир. Причём, там и Джабау было, и все остальные. Я бы не сказал, что он не топовый. Нет, так я знаю такого шутер-серматиста, как бы. Но всё-таки он уступает в топовости, даже тому самому Сафарли. Ну, он уступает, но он 95-го года. Да, просто он молодой, да, я знаю. Что же это за мастер Фиде Саретикл 1900? Ну, он недавно зарегистрировался. Ну, и чего-то, вот. В общем-то, что наш однокрупник, в общем-то, внизу турнирной таблицы, как бы. Поэтому и соперников таких дают. Вот у него уже достаточно большой перерез в белом, мне кажется. А что вы смотрели, я не понимаю. Мы вместо того, чтобы смотреть первую доску, почему-то смотрим вот это вот. Тем более, белые не играют в CD, а CD, видимо, выигрывало. Ну, давало очень большой перерез. Кирилл? Да. Что, что мы смотрим? Мы смотрим нашего однокрупника. Так, в смысле, наш основной тур, там два серьезных, вверху две серьезные пары. Да, и Кирилл, сейчас тут очень много ошибок. То есть сейчас просто он G2 и конца Е5, и ситуация меняется оригинально. На 180 градусов. То есть, ну... Кого смотрим? Ну, в джебалку. Ну, давайте джебал, ладно. Просто он играет, видите, с мастером, хотел играть с мастером. Ну, ладно, давайте джебал. Так, что тут произошло? Ну, типичная позиция джебалы, напряженный центр, ничего не понятно. Он мне кажется, что у белых получше. Да, но белым не легко добиться прогресса, потому что когда F5 не сыграешь, F5 коль на Е4. А как вот огибать витебаля, они очень понятны. Ну, да, джебалки, наверное, достаточно простран, чтобы держать тут неплохую позицию. Ладья И7, Ладья И8 я посыграл. Никита, просто... Это много, подозрительно много ходов, я угадываю, все было. Надо было играть турнир, конечно. Не факт, что они еще правильные. Да, конечно, но тем не менее, даже если я играл бы не хуже, чем джебала, то... Думаю, что результат был бы неплохой. Вот B5 я бы не угадал, а ход очень идейный. То есть, все, теперь у черных нет слабости. Теперь, наверное, уже черный чуть-чуть на победу играет. Хотя, ну... В этой позиции вообще тяжело добиться прогресса. Можно предположить, что у черных чуть-чуть получше, потому что вот... Остал вот эти пешки у белых, они не зафиксированы на черных полях. Это означает, что потенциально у белых слом плохой, у черных хороший. Но... Вот реально чего-то из этого извлечь, но шансов мало. Он меняет легкие фигуры. Сейчас, видимо, идея, потому что ладья на e4 приезжает, но он не успевает. Ай-яй-яй. Да, джебабу эту партию не выиграет. Джебабу эту партию не выиграет. То есть, просто можно поменяться, поменяться, это уже... Это уже крепость. Уже... Ну, не меняться тоже можно. Мне кажется, поменяй на e7, это уже крепость. То есть, просто у черных нет ресурсов. Ну, есть слабость вот здесь вот. Да, да, ты одна слабость, ее мало. То есть, поменяй и пойди, король f2. Ну, иди, можно ходить туда-сюда. Уже, понятно. Так, джебабу настолько хочет выиграть, что вот уже абсолютно... провокационно играть. Надо это бить. А почему бы и не подбить? Почему бы и не подбить, потом не сыграть ладей и три, ладей и шест. Нет, вот сюда залезает, видишь? Идея в том, что на побили, побили. Да, я понимаю. Но... Я пробил... В ладей e4. Но он хочет ничью просто. Да, не стоило. Когда у себя даже сильные космические делают такие провокации... Выигранная? Почему выигранная? Потому что такой сильнее, чем слон-дурак. Ладейственная проблема, пешка b2, да, и пешка a3, и пешка... Ладей мечтает о ничье, а джебаба пытается вывозить это. Да, я просто сразу отсоединяю, я не забыл о том, что пески на тех полях, которые удобны для атаки, то есть фанкция 1. Было получше у этого аргентинского мастера, но... Смотрите на мой интернет. Это ужас. Это правда? Нет, по сравнению с моим это все равно... Даже две мои палки лучше, чем... Даже одна... Одна миллион одной вот этой палки лучше, чем то, что у меня в самый лучший момент за все. Проживки нету. Конь c3. И на отход ладей конь a2. Ладно. Даем, он хочет ничью, какой конь a2. Белые очень сильно хотят ничью в этой парке. Хотя объективно... Вот нельзя, нельзя настолько сильно хотеть ничью. Вот он доиграется сейчас в итоге. И король f3. Нет. Он доиграется, он сейчас b4 получит. Так b4 не реагирует после ладя е1. И у белых большой перевес. Большущий просто. Мне кажется. После ладя е1 как играть? А стоп! Ладя е1 и там порыв же не держится, да? Ой-ой-ой-ой. Джабаб зебнул. Ладя бы сильно доиграть. И теперь как играть? Как играть? Ладя е6. Ладя е6. Белых реально большой перевес. В черных максимум будет одна проходная на а, которая легко держится. А белые просто все пешки следят там сейчас в тылу. Ну что ж ты делаешь-то? Он хочет побить, побить. Да он слишком боится. Ага, ладя b3. Он под шаг лезет. Да. А это все равно у белых лучше, но он слишком боится. Джабаб. Ну что ж ты делаешь-то? Не, ну все равно выиграно. Все равно ладя е7 и выиграно. Даже G5, мне кажется, дает большие шансы на перевес. Не, не, зачем менять пешки, когда их можно съедать? Ладя е7. Король e5, король e5. Да, не, ну вот сейчас пешки просто в черзи пройдут. Как это такое? Король e5 хочется сыграть, да? Ну и дай король. Почему не надо дешевать? Блин, почему не надо дешевать? Да. Это очень странно. В общем, я не... В общем, международный мастер играет видимо слабо, но... Джабаб настолько хочет выиграть, что перегнул палку. Так не, сейчас подожди. Ага, король b5 и есть угроза ладя... А, король b5 нет, это ладя a3, g5. Король f6 глупость, король f6 глупость была, конечно. h6, ладя a4, король g7, g4... А, не, h6, там ладя h7 сейчас можно. Ать, ну... Белые быстрее, ничего не скажешь. Белые быстрее. f6, f7. Так, стоп, f6, d3, не знаю... Игра на... Да. Да, уже... Игра на... Игра на... Игра на... Все-таки на тварь результатов. Я не могу... Черный... Нет, тут только что белые просто абсолютно выигранно стояли. А сейчас я не знаю, что происходит. Будет... Две пешки за ладью, да? Нет, так... d1 стоит сыграть, наверное. d1 надо сыграть. Нет, так будет f8 ферзь. Ну, я понимаю, да. Что происходит? Все, d1, f8 ферзь, ферзь d4. Нет, может, ферзь d8 сильнее. Ферзь d8 и далее f8 ферзь. Наверно, потому что сейчас ферзь d4. Как это все держать? Как это все держать? Король h7, что ли, единственный ход? Ну да. Ферзь h4 уже ничья, по крайней мере. А король g6? Король g6, ферзь h8 тогда. Он защищает. Да, 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 да. Жуть вообще. Ну, может, Джабалу будет на победу играть? Джабалу на победу играет. Не, ну стоп, а как здесь можно на победу? Да, потому что 20 секунд и пешка g все-таки не держится. А, стоп, действительно? Там же король b3. Там же король b3. Там же король b3 просто. Какой кошмар. Ай-яй-яй-яй. Да. Что за ужас вообще произошел сейчас? Не знаю. Они зевают. Зачем? Они зевают каждым ходом. Вот я a4. Ну вот у белых точно не проиграет. Король b3 вместо g4. Что же Баба делает в этом турнире вообще? Что в предыдущей? Я не пойму. Это просто ужас. Так, ну это выиграно за белых. Абсолютно. Не-не-не-не. Ммм, это надо посчитать. Ну, не знаю. Наверное нет все-таки. Да нет. Не выиграно. Не выиграно. Шах, 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 шах. Нет, не выиграно. Не хватает одного темпа. Да, и король b2, ничья. Король e2. Ну, в общем, Джабава ужасный Ну, аргентинец играл Аргентинец играл плохо Да, так до королей Вот, до королей ребята бились Ну, Джабава, ну как так можно? Вот верни назад Вот верни до Какого-нибудь входа 80-го, примерно Ну, до 80-го, да Вот тут вот они пошаховали, пошаховали Он поменял Херзей в итоге Видимо, грамотно поменял И тут, ну пойди, король Б3 Да нет, да не здесь Место уже 4, король А8 Вот место уже 4 Король Б3, пойди Все, ну ничего Ладья Б7, Ладья Б7, Ладья Б7 Когда король на А1 придет Ну, давай проверять вариант Король Ц3 Король, нет, ну зачем сразу блокировать-то Король Ц3 Ладья А7 Король Б2 Ладья Б7 Король А1 Ладья А7 А2 Да, Ладья Б7 Ну, я согласен, да Тоже ничья Может быть, тут даже белые на победу играют Король Ж7 Ж3 Король, король Король короля Похитрее поставить Король Ж8, наверное, сейчас Король Ж8, да Ж3 Король Ф8 Ф8 нельзя Это Ж2 Ладья Ж7 Король Б1 Ладья Ж2 А1 Ферзь Шах Побил Ферзя И белые выиграли Ну Не знаю Но требует проверки Так, вот Жмем на паузу Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова